Всем привет! Меня зовут Антон Ковалевский. И это очень полезный видеоблог о путешествиях, в котором я расскажу вам всем, где провести свой отпуск, как провести свой отпуск, с кем провести свой отпуск и, что самое главное, как его сделать удобным, комфортным и безопасным. На самом деле, с кем провести свой отпуск, это ваше личное дело. Ну что, поехали? Поехали, поехали, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, если вы находитесь в санкционном списке, или же судебные приставы запрещают вам покидать Россию-матушку, а в отпуск, ну, очень хочется, то в Сочи это именно то, что вам нужно. Субтропики России, ривьера Черноморского побережья, столица Олимпиады 2014 года. Это, пожалуй, один из самых живописных и многообразных регионов нашей страны. Да ладно? Да-да, именно многообразных. В Сочи можно жить в крутом пятизвездочном отеле, а обедать в дешевой сабдеповской столовке. Короче, в Сочи может отдыхать и бюджетник, и депутат. АПЛОДИСМЕНТЫ Но чтобы ваш отдых выдался действительно отличным, все же стоит предусмотреть сразу несколько вещей. Итак, вы прилетели в город мечты, куда вы захотите попасть первым делом, и куда вас будет готов отвезти любой такси. Конечно же, в Олимпийский парк. И вот тут мой вам совет. Не торопитесь. Не торопитесь его посещать. Если вы начнете с Олимпийского парка, то проведете там весь свой отпуск, потратите все свои деньги, и так и не познакомитесь со старым добрым Сочи. А ведь в нем есть на что посмотреть и где пофотаться для ваших инстаблогов. Сочи, Сочи, Сочи. Начать свое знакомство с лучшим курортом Черного моря советую с морского вокзала. Сочинский морвокзал не географический, но по смыслу центральная точка города. Почти все маршруты автобусов имеют здесь остановки, а любой сочинец с радостью подскажет, как до него добраться. Это не просто историческое здание. Большие круизные лайнеры регулярно заходят в местные воды. Именно здесь можно попасть на корабль, следующий переменком в Грецию, Турцию, Португалию и даже на Багамские острова. Короче, морвокзал дает вам возможность передумать по поводу своего отпуска и все-таки мотануть в Грецию. Аполитично рассуждаюсь, клянусь, честное слово. Но делать этого не стоит. Я уверен, Сочи даст вам все, что пожелаете. Отсюда, с морского вокзала, можно отправиться на любую экскурсию по Черному морю на катере. Это реально прикольно. Но даже если вы никуда не уплываете, просто погуляйте рядом с Портом и на его территории. Рассмотреть красивые памятники, скульптуры, гулять в открытии чаек и хиты кавказских исполнителей никогда не скучно. Еще советую сфоткаться с самой крутой яхтой на вокзале и подписать, что сняли ее на весь период своего отпуска. Кто там в Рязани будет проверять, так ты или нет, да? Еще одна, что не на есть самая достопримечательная достопримечательность этого города – Сочинский дендрарий. И это не просто какой-то там дендраришка. Это огроменный парк, площадью 49 гектаров. Говоря языком региональных новостей, это невероятный красотный памятник садово-парковой культуры и архитектуры. И он реально крутой. Че там только нет. Редкие птицы, фонтаны, пруды, сады, различные скульптуры, вольеры с экзотическими животными, аквариум есть, роза и даже собор Михаила Архангела есть. И, конечно же, стоит отметить, что если у вас есть аллергия на какое-нибудь редкое растение, то вы его обязательно встретите. Однако, здравствуйте. В общей сложности на территории дендрария произрастает более полутора тысяч видов растений со всей планеты. Здесь вы найдете 76 видов сосен, 80 видов дубов, 24 вида пальм, бамбуков и тюпорисов. Даже на мексиканскую агаву посмотрите. Я больше скажу, именно здесь можно увидеть метасиквоию, которую ученые считали вымершей около 60 миллионов лет назад. Ну, такие ученые. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Стоимость посещения дендрария 250 рублей для взрослого и 120 рублей для ребенка от 7 до 14 лет. А вот детям до 7 лет бесплатно. Время работы парка летом с 8 утра до 7 вечера, осенью с 8 утра до 6 вечера, а зимой с 9 утра до 5 вечера. И вот вам пару советов по поводу посещения дендрария. Обувь. Наденьте хорошую обувь. Я, например, приперся туда в шлепках и, мягко говоря, пожалел. Короче, тапок заминирован, вот этот. Да, да, да. Дело в том, что, повторюсь, территория парка огромная. И двух, может быть, даже трех часов недостаточно для того, чтобы обойти его весь. Поэтому кроссовки. Только кроссовки. Нет, там, конечно, есть фаникулер. Но когда лично я был в дендрарии, он был на профилактическом ремонте. Да, и еще в парке нет ни кафешек, ни ресторанов, ни шашлычек. Поэтому позаботьтесь о еде заранее. Следующая достопримечательность, о которой я хочу вам рассказать, включена практически во все туристические маршруты местных гидов. Поэтому вы даже если не захотите, все равно ее посетите. Гора Большой Ахун. Вершина пятикилометрового хребта. Высота горы 163 метра. Именно здесь находится главная смотровая площадка курорта. Знаменитая Ахунская башня. Ее высота составляет 30 метров. И построили ее в романском стиле из белого известняка. Что делает это великолепное строение, похожим на средневековый рыцарский замок. С пластиковыми окнами. С вершины открываются невероятные виды. На севере заснеженные Кавказские горы. С восточной стороны просирается Адлер. На западе, собственно, Сочи. Экскурсоводы уверяют, что в ясные дни бинокль можно развить даже берег Турции. Правда, еще за 500 рублей они расскажут, что вы очень красивый человек. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Гора находится приблизительно в 20 километрах от центра Сочи. Проще всего отправиться на Ахун с экскурсией. Самостоятельные путешественники могут воспользоваться общественным транспортом в центре Сочи, доехать до остановки Спутник, а там уже советую взять такси. Оно обойдется примерно в 250 рублей, и это самый дешевый вариант. Проверено лично. Можно, конечно, дойти и пешком, но это очень долго и тяжело идти. Примерно 11 километров, причем в гору. Подъем на саму башню стоит в районе 100 рублей. Советую подниматься только в хорошую солнечную погоду, иначе туман и облака закроют весь обзор на город и окрестность. Кстати, бинокль там стационарный. Стоит услуга биноклевидения 50 рублей. В самой башне есть музей флоры и фауны Кавказа. Можно сфотографироваться в Казачьей Бурке, а также там проходит дегустация кавказских вин. Вот с этого и надо было начинать. А еще на горе, не доезжая до башни, есть колесо обозрения. С него тоже, кстати, видно весь город. В общем, езжайте на Ахун, не пожалеете. Сочи, Сочи, Сочи. Все мы прекрасно знаем, что многие приезжают на юг нашей огромной страны, в основном ради моря. Естественно. И тут в Сочи есть, что вам предложить. Пляжи этого курорта тянутся на 146 километров. На данный момент официально в Сочи 131 пляж. Но первое, что нужно знать про эту сотню с лишним, все пляжи здесь галичные. Галька тут бывает мелкая, средняя, местами с куриное яйцо, но в любом случае от нее никуда не деться. Примите это как данность и смиритесь. В конце концов, многие даже считают такие пляжи более гигиеничными. Мусора меньше скапливается, воду не мутит, да и не надо по три раза вымывать купальные трусы от песка. Гениально. Пляжи в Сочи делятся на три вида. Дикие, закрытые и общественные. Обо всех сейчас расскажу. Первые – дикие. Хороши относительно чистотой и уединенностью. Есть даже несколько прям вот нудистских пляж. Но дикие лишены традиционных пляжных удобств. Лежаков, душа, кабины для переодевания. Хотя зачем нудистам кабинки для переодевания? Ну давайте вдумать, что у нас есть. Серьги, серьги. Не видно, не видно, потому что… Очки, очки, очки. Ужай на даме. Тоже как пол. Теперь закрытые пляжи. Они принадлежат различным пансионатам и санаториям. На некоторый вход только для постояльцев, но кое-куда можно попасть за отдельную плату. Примерно рублей 200-500. За этими пляжами хорошо следят. Они оснащены зонтиками и шезлонгами, ну и прочие там приятные полезности. Ну и, наконец, общественные пляжи. Они бесплатные. Есть мнение, что они грязноватые, но это совсем не так. В последнее время за пляжами в Сочи реально следят. Поддерживают, так сказать, имя и марку курорта. Эти пляжи хороши всем спектром водных развлечений, но есть один минус. Поскольку эти пляжи действительно неплохие, высокий сезон вы вряд ли найдете на них место, особенно на полоске у воды. Все забито до отказа, поэтому мой вам совет. Если хотите занять место на пляже, оставайтесь там ночевать. Едем дальше. Когда вы вдоволь насмотрелись на Сочи, насладились его природой и архитектурой, ну, если вы все-таки не укатили в Грецию, езжайте в тот самый все Мириклари. Езжайте в тот самый всеми рекламируемый Олимпийский парк. Сто процентов не пожалеете. Да и в Греции такого парка нет. Олимпийский парк – это, конечно, прежде всего, грандиозная ледовая арена и спортивные комплексы. Первое, что предстает перед глазами туристов, выходящих на перрон станции Меретинская долина, это знаменитая трасса автомобильных гонок «Формула-1». Этот трек ежегодно принимает гран-при королевских гонок и является одним из самых сложных прохождений. Кстати, функционирует он и для обычных туристов. Для обычных туристов с необычными финансовыми возможностями. За энное количество российских рублей, а точнее, от двух тысяч рублей за круг, вас прокатят по трассе на быстрых, не российских автомобилях. А за сумму, примерно равную ежемесячному платежу по ипотеке, то есть за 20 тысяч, вы сможете прокатиться по автодрому и на собственном авто. В общем, развлечение не для бедных. Неподалеку от трассы «Формула-1» расположен большой ледовый дворец. Большой. Оригинальное название, да? В основном в нем проходят соревнования по хоккею, но еще эту арену используют в качестве великолепно оснащенной концертной площадки. То есть в среду вы идете туда смотреть на мужиков с клюшками, а уже в четверг какая-нибудь клюшка поет вам со сцены зажигательной песни. И вот вам мой совет. Если хотите попасть в большой именно на хоккей, то не поленитесь и заранее зайдите на сайт местного хоккейного клуба Сочи. Он называется «Сочи». Как вы поняли, тут не особо над названиями задумываются, да? И так сойдет! Так вот, хоккейный клуб Сочи выступает в регулярном чемпионате в конференции «Запад». И вы, сверив даты своего отпуска, запросто можете попасть на какой-нибудь крутой матч ЦСКА, СКА или Динамо, купив билеты на официальном сайте клуба. Стоимость самых дешевых билетов всего 200 рублей, а самые дорогие вип-ложи – 3000, но с ужином. Ну, в общем, цены демократичные. Мне кажется, просто поужинать в каком-нибудь сочинском ресторане стоит дороже. Ага, ага. Ну и, конечно же, гордостью Олимпийского парка является стадион «Фишт». Между прочим, это место, где проходило открытие и закрытие зимних Олимпийских игр. Вау! Теперь стадион превратился в огромную футбольную арену для проведения крупных международных матчей с участием лучших футбольных команд мира. Также он является тренировочной базой нашей с недавних пор любимой сборной. Так что, если получится попасть на фишт на какой-нибудь футбол, идите, не задумываясь. Не пожалейте. А он же выиграет, да? И все же грандиозные спортивные сооружения не единственное, на что стоит обратить внимание в Олимпийском парке. Одной из главных визитных карточек этого места является знаменитый сочинский парк развлечений. Вот это реально уникальное место. Че там только нет. И современные головокружительные аттракционы, развлекательные центры для детей, дельфинарий, савариум, контактный зоопарк, кукольный театр, различные тематические музеи, рестораны и даже гостиница. Если вы думаете, что это все только для детей, то ошибаетесь. Многие аттракционы в парке супер экстремальные и уникальные. Подобных в России не существует. И, естественно, детям на них нельзя. По поводу билетов в Сочи парк. На территории комплекса действует единый билет, приобретая который, вы сможете посещать все аттракционные шоу-представления неограниченное число раз на протяжении всего дня. Стоимость билетов зависит от сезона. Цена взрослого где-то, ну, 1500-1800 рублей. Детского 1200-1500. Детям до 4-х лет включительно предоставляется бесплатное посещение. Но учтите, эти цены с официального сайта, то есть они указаны при покупке онлайн. Ну, собственно, так я вам и советую поступить, купить их дистанционно. Потому как в кассах возле входа они дороже рублей на 200-300, иногда даже на 500. И еще один совет, или лайфхак, называйте как хотите, главное услышьте. Как я уже говорил, на территории Сочи парка есть шикарная, красивущая гостиница. Ну, она, конечно же, не дешевая, но в стоимость проживания входит и билет в сам парк. Поэтому, если у вас денег шуа шкуры не клюет, то вот хотя бы здесь сэкономьте. Насладившись Олимпийским парком и оставшись при этом практически без денег, не отчаивайтесь. По парку можно просто гулять пешком и получать удовольствие от прогулки. Ведь не стоит забывать, все это великолепие находится на берегу моря. Вечером можно полюбоваться крутейшим и огромным светомузыкальным фонтаном. Также можете взять на прокат велосипед, гироскутер, самокат, скейт. Ну, в общем, любимые средства передвижения современных подростков и 40-летних хипстеров. На них вы можете объехать не только парк и набережную, но, например, и съездить в Олимпийскую деревню или вообще объехать всю эмеретинскую низменность. Но когда будете кататься, знайте, все, что вы вокруг видите, еще 15 лет назад было никому неинтересным полем. Блин, я же вам так и не рассказал, где лучше всего сфоткаться с обезьянкой. А побывать на юге и не привести такую фотографию, ну, это мавитон, это обидно. Ну, не вам, обезьяна. Лучше всего сфотографироваться с обезьянами на их территории, а точнее в обезьянем питомнике. Находится он в селе Веселое в Адлерском районе. Питомник работает на территории НИИ медицинской приматологии, входящего в состав Российской Академии Медицинских Наук. Площадь питомника впечатляет один квадратный километр. В вольерах содержится примерно 2000 приматов. Ничего себе! Там есть павианы, макаки, зеленые мартышки, резусы и гамадрилы. Питомник работает ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Стоимость посещения для взрослого 400 рублей, для детей от 7 до 14 лет 200 рублей, а для малышей до 7 лет и вовсе бесплатно. Внутри питомника обойти можно самостоятельно, но мой вам совет лучше присоединиться к бесплатной обзорной экскурсии. Правда, у нее есть определенные часы проведения в 10, 12, 14 и 16 часов. Длительность экскурсии 40 минут, в ходе ее научные сотрудники расскажут об образе жизни, о разновидностях, повадках и среде обитания приматов. Это интересно. Поверьте. Ну а теперь погорячее. Если вы любите экстрим, то мне есть, что вам предложить. Пожалуй, одно из самых популярных мест в Сочи парк приключений Sky Park AJ Hackett в Сочи. Канатный парк расположен в Ахштырском ущелье примерно на середине пути от Адлера до Красной Поляны. Что там можно сделать? Ну, во-первых, прогуляться по мосту Sky Bridge, одному из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире. Его протяженность составляет 439 метров. Все это на высоте 207 метров над землей. Это третий по высоте банджи-мост в мире. Обойдется это вам в 1250 рублей. Также можно броситься в пропасть с 69 метров. Ну, с тарзанки, конечно. За это у вас попросят 6000 рублей, но дадут уникальную футболку, которую нигде не купить. Еще можно спуститься по стальному канату под действием гравитации 700 метров со скоростью 70 км в час. Это стоит 2000 рублей. А еще можно прокатиться на самом быстром троллее в мире, который способен развивать скорость до 120 км в час. За это заплатить 2500 рублей. Можно, если хотите, совершить прыжок с динамичной веревкой длиной 50 метров за 3500 рублей. Можно вспомнить детство и прокатиться на самых высоких качелях в мире, высота плеча которых достигает 170 метров. За такое воспоминание о детстве придется заплатить 7000 рублей, а если кататься вдвоем, то 12000. Но тут, опять-таки, вам дадут эксклюзивную футболку. А вот лично я советую аттракцион, который называется Банжи 207. Это прыжок с высоты 207 метров со специальной платформы, которая расположена в середине моста. Отсюда открывается невероятно красивый вид на долину реки Мзымта, Ахштырское ущелье и Черноморское побережье. Как говорится, совместите красивое со страшным. Или так не говорится. Ну, неважно. На этот прыжок риснет не каждый, но тот, кто рискнет, не пожалеет. Я рискнул, и я не пожалел. Заплатил, правда, 15 тысяч рублей, но все равно не пожалел. Тем более, мне за эту сумму дали еще одно эксклюзивную футболку. Очередной эксклюзивной футболку. Угу. Еще в Скайпарке есть крутой ресторан, веревочный парк, скалодром и виа феррата. В общем, место реально крутое. И вот вам мой совет. Не скупитесь на покупку так называемого медиапакета. Это фото и видеосъемка ваших прыжков персоналом парка. Стоит это от 2,5 тысячи рублей, но ведь ребята это делают каждый день и много раз. А значит, рука набита и фотки с видосами получатся классными. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Да, и еще один совет. Если решите попробовать все аттракционы парка, то лучше приобретайте так называемый комбас, ну, типа абонемента. В него входят три самых экстремальных аттракциона. Банжи 69, Банжи 207 и самые высокие качели в мире Сочи Свинк. Стоит этот комбас 20 тысяч рублей, ну, то есть экономия 8 тысяч рублей. Кстати, отдать двадцатку вот так сразу тоже экстремальное занятие. Ладошки потеют, начинает пульс учащаться и запомните, отдадите 20 тысяч сразу, получите целых три, три уникальных футболки. А? Заинтересовал? Ну, я знаю вас, шмоточников. Ай-яй-яй, что за прикидончик? Если же парк приключений для вас и вашего кошелька слишком экстремален, то рекомендую отправиться на Красную Поляну. Это самый респектабельный горнолыжный кластер России. Здесь сосредоточено целых пять горнолыжных комплексов. Но любой вкус и цвет в общей сложности в Красной Поляне расположено 116 горнолыжных трасс, по моим подсчетам. А считаю плохо, поэтому их там наверняка больше. Но они меньше, причем трассы как для любителей, так и для профессионалов. Каждый комплекс отличается от другого. В каждом из них есть собственные аквапарки, кинотеатры, рестораны, кафешки, магазины и супермаркеты, дорогие отели и дешевые гостиницы, различные развлекаловки и все-все-все-все для того, чтобы вы остались там надолго. Я вам так скажу, горнолыжные комплексы Красной Поляны это маленькие копии больших городов. там реально есть прям вся инфраструктура. Приезжай, живи. Жилье, кстати, на этих курортах можно найти как крайне демократичное за 1000-1500 рублей, так и пятизвездочные номера от 9 до 25 тысяч рублей, а также виллы и коттеджи за 15-30 тысяч рублей в сутки. Кстати, летом манящие пять звезд можно поймать и вовсе за 3-4 тысяч рублей. Но что там делать летом, спросите вы? Это же горнолыжные курорты. Да все что угодно, отвечу я вам. Катайтесь на горных велосипедах, занимайтесь рафтингом, сходите в горный поход. Я напомню, что в каждом комплексе ну просто море развлечений. Поверьте, вам будет чем заняться. И вот вам несколько советов перед посещением Красной Поляны. Первое. С бронированием жилья на праздник и зимние каникулы стоит поторопиться. Даже самые дорогие номера разлетаются буквально не берите с собой еду. Многие так реально делают, заселяются в гостиничный номер или всю неделю питаются там консервами. Вести с собой еду не надо. На территории комплексов есть настоящие, всем известные, обыкновенные супермаркеты. Если уж настроились на консервы, то можно их там купить. Они стоят там столько же, сколько, не знаю, в Калуге или еще где-нибудь. Ну и последнее. Если вы все-таки поедете туда зимой, да еще издалека и при этом у вас нет собственной амуниции, ну в смысле лыж, досок, ботинок, шлема, костюма, то хорошенько подумайте перед тем, как брать это вот все в аренду в своем городе. Так многие тоже делают, прикиньте. Подумайте, сколько с вас дерут за перевозку такого багажа в самолете или поезде. Тут на поляне все это есть. Да, аренда амуниции тут, конечно, дороже, чем у вас на родине, но на самом деле то на то и выйдет. В общем, мое дело предупредить. Следующая информация для тех, кто путешествует по миру, лишь бы не есть дома. Ну, чтобы посуду не мыть. Еда! Вот что обязательно следует попробовать в Сочи. Ну, во-первых, шашлык, жареная барабуля и хинкали. В Сочи эти блюда именно такие, какими они и должны быть. Обязательно их попробуйте. Я уверяю вас, что потом именно по сочинскому шашлыку барабуля и хинкалям вы будете равнять такие же блюда в других регионах нашей страны. Во-вторых, форель. В Адлерском районе по дороге на ту же Красную Поляну есть несколько форелевых хозяйств. Как маленьких, так и больших. Вот прям обязательно их посетите. Для любителей рыбы там просто рай. Выращивают форель и даже осетровых. И, естественно, все это можно попробовать, причем в любых вариациях. Рыба горячего копчения, холодного копчения, вяленая, соленая. В общем, езжайте, потом скажешь спасибо. Спасибо! Ну и напоследок, а точнее на сладкое, советую посетить чайные домики в Учдере. Учдере это поселок такой, он находится в 20 минутах езды от центра Сочи. Именно там, на высокой горе между Лоо и Дагомысом, выращивают самый северный чай в мире. Ну, такая легенда. Чаем, конечно, вас угостят, да так, что пот пробьет. Вас ожидает традиционное русское чаепитие с дымящим самоваром, вкуснейшими пирогами, сладким вареньем и, конечно же, медом. Мы как будто самовар, жарим, варим, идет пар. Сочи, Сочи, Сочи. Ну, вот, собственно, и все. Думаю, теперь в Сочи не потеряйтесь и точно отдохнете по полной программе. Меня зовут Антон Ковалевский. Всем пока. А, чуть не забыл. Чуть не забыл. Надумайте поехать в Сочи, не забудьте с собой взять крем от загара. Иначе сгорите 100%. Причем сгореть можно как летом, так и зимой в горах. Солнце вкупе со снегом и разряженным воздухом делают свое дело. Пользоваться услугами такси лучше от крупных и проверенных компаний. Местные же таксисты очень задирают цены, особенно в пик сезона. Так, что еще? А, в Сочи также есть каршеринг. Такой же, как и в Москве, Питере и других крупных городах. Не забывайте на пляже следить за вещами. Абхазские мандарины самые сладкие. Если отправитесь в Сочи на машине, проверяйте ручник. Там везде крутые подъемы и спуски. Ну, теперь кажется все. Да, точно все. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok